Итак, сегодня я узнала, что на озере Андрей с Пятигорской ведет круговые танцы. Это бизнес или хобби? Участие бесплатное. Я хочу сказать, что эти танцы вдохновляют, что объединяют. И что, ну, приходите, попробуйте. Тут же мы учимся и тут же танцы. Что вам не движет тогда, скажите? Я просто люблю танцы. Это возрождает культуру народа. Я знаю, что круговые танцы это бывают кадрильи, вальсы. А вы какие предпочитаете? А вот и все. Приходите танцевать! Ура! Это очень круто! Интересно. Вальсы меньше, потому что для них нужна подготовка дополнительная. Ну, не все так вот, кто сразу подошел, могут втянуться в вальс. Поэтому в основном вальс режут. Ну, кадриль московская, белорусские. Разные танцы народов мира. Всех народов. Что мы будем сегодня танцевать? Ну, сегодня мы станцуем мадридский вальс. Станцуем шапилуаз, это бельгийский танец. Станцуем картошку, белорусский танец. Можем станцевать кадриль московскую. Так, станцуем французский танец. Он называется конский брандель. Станцуем еще один французский танец, он называется паде грасс. Это такие дворянские танцы. Ну, и там еще несколько других. А вот вопрос такой, а сколько вот минимум даже бы для круговых танцев? Ладно, хотя бы 8 человек. А сегодня будет сколько примерно? Около где-то 8, может быть даже 9 человек будет. Вот мы будем танцевать на вот этом ужасном паркете? Тут либо тут на паркете, да. Так, еще какой вопрос. А как попасть в вашу группу или как она называется? Ну, кстати, меня добавили, я думаю, что потом на меня, кстати, выходите. Вы можете видеть мой номер, в принципе. Ну, говорите, говорите. Плюс 7, 918, 290, 91, 94. Так, ну еще какие вопросы. Откуда вы приехали, скажите? В Краснодарском крае. А почему Горячий Ключ, почему там не остались? Мне нравится, мне нравится Горячий Ключ. Нравится из природы, нравится близость к цивилизации, но одновременно красота природы. Я люблю природу. Так, ну еще, какой вопрос вы хотели бы, чтобы я вам задал? Обычно вот так вот. И ставим. Спросите сами. Так, ну какой же вопрос. Сколько лет тогда живете здесь? Здесь? Да. В Горячем Ключе. Второй год. Хорошо, это значит, в прошлом году был потоп. Вас коснулось это? А мы тогда только переехали, как раз после потопа. А, то есть вы... Вот прожили в городе, потом переехали туда. А, покупали недвижку, которая уже была затоплена? Нет, нет, там на горе не топится. Там же она затопила, ну, только часть, и больше часть станицы она не была затоплена. Хорошо, такой вопрос. Вот лето, да? Июль-август, это же значит пробки сплошные. Вот как вы добираетесь из... Ну, вообще, оттуда сюда пробок нету. Вот отсюда туда пробки есть. Пока, это сейчас есть. Только днем. Вечером их нет. Хорошо, тогда, когда они начинаются, когда заканчиваются? Когда... В смысле, оттуда сюда или... Ну, вот, и какой график. Я просто знаю, что вот люди, которые живут в Пятигорском, они передвигаются на самокатах. А, на машинах? Ну, нет, я говорю про тех, которых я знаю. Потом, кстати, скажу, кто это такие. Вот, а вы как? На машине. На машине. А когда пробки начинаются? Ну, они с утра обычно до шести вечера. Вот, из Краснодара на море. Да. А после шести они, как правило, уже исчезают. Понятно. Рекомендуете ли вы переезжать в Пятигорский или в Гречево? В Гречево. В Пятигорскую. Там и там хорошо. Понятно. Понятно. Спасибо, спасибо. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Наталья. Я хочу вам рассказать, что в нашем городе очень интересный клуб исторических танцев народов мира. И я бы хотела вас пригласить на наши танцы. В течение почти двух лет руководитель нашего клуба Андрей Котельников проводит эти танцы. Мы знакомимся, прикасаемся к истории исторических танцев. Я просто призываю вас, приходите на танцы. Это очень интересно, увлекательно. Заряжает положительной энергией. Стати, я тут говорю... Стати, я тут говорю... Стати, я тут говорю...